Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня у нас с вами Мокбанг с роллами. Мы должны отметить этот момент, что канал наконец-то восстановился, все отлично. И слава богу, дай бог, таких проблем никогда у меня не будет. А если будет, я уже знаю, куда обратиться и как действовать. Любой опыт, даже плачевный, плохой, тоже являются опытом. В общем, сегодня у нас Калифорния, Филадельфия, специальные суши, которые я заказываю под свой заказ, так скажем. Они вроде как в меню, их нету. Это просто в темпуре получается с сыром, просто с сыром и огурцом. Сыр Филадельфия, я его просто обожаю. Здесь греческий салат, который я сама приготовила, вы увидите во влоге, как я все это делаю. Немножко за кулисье, так скажем. И напиток, у нас вот такое вот ведро. Фрусти. И куча интересных разговоров о том, о чем. Я думала, какую прическу сделать, как бы по-необычному выглядеть на мукбанке. И пришла к выводу, что лучше всего сделать два таких хвостика. Сегодня я опять... У меня стресс, девочки. Как эта мама отличника всегда. У меня стресс, девочки. Вот у меня тоже стресс, девочки. Так. Начнем с этих роллов вкуснейших. Один обязательно должен пойти, чтобы я как-то набралась сил и начала болтать с вами. Ласаби, имбирь, соевый соус, все здесь. в общем захожу я на балкон позавчера и что я вижу мой котик у меня есть котик кто не знает его звук твикс он на перилах балкона то есть он там я не знаю как это объяснить в общем край балкона то есть один неверный шаг и все он упадет я жутко испугалась взяла его в охапку рассказала маме мы с мамой договорились что все на балкон его пускать не будем мало ли что упадет еще маленькие не соображают увидят птичку и полетит за птичкой но сегодня он прям мяукает что я хочу на балкон я думаю может животному нужен свежий воздух открываю дверь как раз таки от кухонного балкона во влоге кстати в этот момент увидите как он мяукает рядом с дверью а возможно влог вы уже увидели но не знаю как как я выложу сначала это видео или том в общем не знаю в общем сегодня он прям бегом на балкон и прячется там у нас есть такая ширма в общем такие полки там банки заготовки и все дела в общем прячется ни в какую не выходит оттуда сколько мы его не зовем он не выходит проходит где-то полчаса мама идет на балкон видит что опять он сидит прямо на краю балкона мне просто интересно как он туда забрался вдруг он не рассчитает свою силу перепрыгнет через балкон я честно жутко переживаю по этому поводу что он интересного нашел на этом балконе непонятно напишите пожалуйста совет у кого есть дома животные кто живет на высоких этажах что вы делаете в таких случаях вроде как можно застеклить балкон но я есть честно застекленный балкон вообще не люблю но это еще пол беды насколько я знаю у нас в здании нельзя застеклять балкон типа это портит внешний вид здания даже у нас знаете на балконах та часть которая видна с улицы ее не разрешали красить в какой-то зеленый голубой цвет чтобы не портить опять же вид здания хотя один сосед все-таки застеклил свой балкон правда я не знаю эти правила относятся только к нашему именно зданию или к соседнему тоже он живет в той же мтк что и я но просто в соседнем здании получается то есть мои балконы мои окна смотрят на него я вижу что у него застеклено поэтому самом деле немного переживаю мама говорит если так бояться он может летом и из окна выпрыгнуть то есть всякое может произойти другой вариант просто не пускать на балкон а вы знаете он такой любопытный вот как только ты его не пускаешь куда-то ему настолько становится интересно что же там такого что меня туда не пускают то же самое было с туалетом и вы не пускали в туалет он так хотел попасть туда он думает вот там наверное много вкусняшек поэтому не пускают обалденный ролл а я прям палочками этот салат кушаю домашнее животное это тоже очень большая ответственность я считаю когда смотрю на своих соседей в деревне у них такие худощавые коты просто хлеб даешь обычный хлеб и с таким аппетитом котик кушает этот хлеб моему даешь крабовую палочку он с таким выражением лица на тебя смотрит прям чувствуется по глазам читается ешь это сам скотина поэтому надо быть предельно бдительным и и пластик и а и и а и и и вы возможно предполагаете, что я их жую на самом деле нет они просто тают во рту и давайте немножко пройдемся по вопросам очень интересная история от Инессы Ищук Инесса Ищук, тебе огромный привет поцелуйчик тебе, спасибо, что смотришь она рассказывает свою историю и хочет, чтобы люди в комментариях написали свое мнение по поводу расставания бывает ли такое, что парень возвращается мы очень часто ругались с ним в последнее время, я вынесла весь мозг и в конце он просто ушел начнем с того момента, что ругаются все то есть если вы ругаетесь это значит, что между вами есть хоть какие-то чувства намного сложнее, когда людям все равно друг на друга например сегодня мы тоже поругались с парнем так немного поцапались но бывает я уверена, что и у вас вот кто меня смотрит, тоже бывают ссоры главное, чтобы это было не слишком часто вот когда это происходит, на мой взгляд опять же, ой слишком часто это как бы надоедает и это отталкивает мужчину возможно, я ошибаюсь я считаю, что если ты хочешь вернуть бывшего, который как-то подзабил на тебя самый лучший, верный способ это просто забить на него начать заниматься чем-то возможно, ты добьешься успеха будешь какая-то популярная с классной тачкой с хорошей работой и тогда, поверь мне, тебе будет плевать на него но он вернется еще будет целовать твои пятки находить что-то там умолять что вернись не могу без тебя жить время остановилось на мой взгляд, это не работает хотя я знаю лично пример когда девушка прям умоляла парня помирилась с ним а потом сама его бросила спустя пару месяцев и он, кстати, вернулся но такое бывает крайне редко поэтому не надо унижаться, девчонки развивайся вкладывай в себя свою красоту ухоженность всегда при расставании человеку кажется, что все, мир рухнул такого я никогда не встречу такого никогда не будет но потом появляется какой-то человек в твоей жизни который просто стирает все предыдущие имена которые были у тебя в жизни в пыль ты просто не вспоминаешь про них и думаешь какая я была дура сидела плакала там по кому-то и вот вы знаете говорят, что любовь не надо искать любовь сама тебя найдет вот с этим выражением я немного не согласна я считаю, что если ты не будешь искать себе пару например ты возможно встретишь своего любимого человека очень поздно когда девушка хочет отношений мне кажется очень важно именно этим заниматься и пытаться наряжаться выглядеть превосходно потом это войдет в привычку и все это просто будет не образ а твоя жизнь ты просто в жизни будешь такой клевый крутой который вообще этот дурак не сдался дурак дебил как назвать его правильно конечно у всех разные жизненные позиции разная ситуация в целом я лично никогда не была за отношения когда мужчина прям не отдается полностью то есть были парни которые ухаживали за мной и вы знаете у них была такая позиция скажешь мне да неплохо не скажешь но ничего страшного найду другую вот это меня не очень устраивало очень важно чтобы мужчина прям горел желанием с вами общаться я такая прям знаете психологические моменты на самом деле психолог из меня никудышны даже в трудную минуту своих подруг поддержать я не знаю что сказать вот реально я скажу что-нибудь такое что еще хуже сделаю человеку то есть я не умею подобрать нужные слова в нужный момент вот поэтому я думаю что я никогда бы не смогла стать психологом психиатром ко мне бы приходили пациенты и сказали доктор вам самой нужна помощь о чем вы вообще у нас мы не верим был предмет психология мы сидим зашла учительница ну первый раз мы ее видим получается все-таки у нас немножко другой менталитет и она нам задает вопрос кто может сказать зачем люди женятся мы такие все на друг дружку сейчас что она скажет она знаете с такой татушкой была такая крутая чувиха она мне кстати книгу подарила свою где она интересна в печке да дрова топили 8-1 со стороны говорит чтобы родить детей второй там говорит чтобы стать счастливым человеком и она так поворачивается и говорит неправильно люди женятся чтобы удовлетворить свои нужды в сексуальном плане не то что мы начали как-то угорать мы продолжали ее слушать и она подробно начала рассказывать про какие-то такие очень открытые темы и немного мне было некомфортно сидеть на этом уроке возможно у нас другой менталитет в России там спокойно все на такие вещи говорят я тоже иногда если честно стесняюсь говорить на такую тему но она прям не стеснялась конкретно она была очень крутая чувиха такая женщина со стержнем чувствовала с ней это причем она азербайджанка просто она другая и мы очень любили ее уроки она такие откровенные темы прям спокойно рассказывала она немного напоминала не то что психолога а какого-то сексолога потому что очень часто она затрагивала какие-то такие темы но было интересно безумно интересно все сидели молчали все слушали не было такого что кто-то там на задней парте угорал или еще что-то тихо все сидели и слушали мы боялись что если мы начнем шуметь она передумает и не будет говорить на эти интересные темы возможно вы смотрели сериал физрук там нагиев играл такого крутого физрука у нас была такая крутая крутая учительница по психологии сейчас возможно многие напишут что татуировка татуировка я просто сравниваю ее с другими учителями у нас таких учителей никогда не было и она мне запомнилась на всю жизнь это круто в общем на этом все я наелась остались только запеченные вот и немного салата всех люблю целую спасибо что смотрите если вам не сложно подпишитесь пожалуйста 30 процентов людей смотрят меня без подписки если вам не сложно нажмите подписаться и поставьте колокольчик всех люблю целую с вами Black Emily пока